В нашу семью пришла беда. Очень надеюсь получить адекватный совет. Прекрасно помню слова о том, что влиять на взрослых людей невозможно. И все же обращаюсь к вам, ведь бывают ситуации, когда человека просто необходимо спасти от него самого. Неужели даже в этом случае нет никаких способов до него достучаться? Речь о моей младшей сестре Даше. Она моложе на три года, но мне раньше порой даже казалось, что она старше. Такая серьезная, с чувством долга, аккуратистка и умница. Окончила институт с красным дипломом. На работе ее ценят. Первый брак Дарьи распался. Муж оказался безответственным, не хотел ни зарабатывать, ни принимать решений в семье. Сестра промучилась четыре года, тащила все на себе, а потом развод. Живет с восьмилетней дочкой в квартире, доставшейся ей по наследству от нашей бабушки. Делает успешную карьеру, много занимается с девочкой. Моя племянница такая способная, прекрасно рисует, очень музыкально. Конечно, мы понимали, что Даша будет устраивать личную жизнь, но она не слишком к этому стремилась. И вдруг полгода назад огорошила меня новостью. Познакомилась на сайте с мужчиной, сидящим в тюрьме. То есть она, как выяснилось, пробовала знакомиться с разными кавалерами, но понравился ей именно этот. Так и сказала, мол, он там единственный настоящий мужик. К счастью, в тюрьму к нему она не ездила, они только переписывались и общались по телефону. Кстати, для меня стало большим открытием, что в местах лишения свободы можно пользоваться телефоном. Честно говоря, я тогда расстроилась, но не придала большого значения Дашиному рассказу. Подумала, что это у нее временное помрачение и серии хороших девочек тянет к плохим мальчикам. Надеялась, что умница сестра быстро в нем разочаруется и найдет более достойного и подходящего жениха. И вообще у нас в семье не принято лезть в чужую душу. И вот три месяца назад этот уголовник освободился. Не знаю никаких подробностей, Даша не рассказывает, по какой статье он сидел, в первый ли раз. Думаю, что если бы оказался за решеткой случайно, по недоразумению она бы так и сказала. Размолчит, видимо, есть что скрывать. Похоже, реальный преступник, еще и рецидивист. Освободившись, он отправился домой, в соседний город, до которого 300 километров. У него там есть комната, о его родных ничего не знаю. И тут Даша просто с ума сошла, стала ездить к нему в гости. Дочку оставляла со мной или с родителями. А когда мы отказались помогать ей в этой бредовой затее, договорилась с бывшей свекровью. У них хорошие отношения, та всегда рада побыть с внучкой. С родителями она вскоре вообще разругалась, они не разговаривают. Мама с папой категорически требовали прекратить этот роман. Я стараюсь не высказывать прямо своего негодования, чтобы и мне не потерять связь с сестрой. Ведь тогда она окажется совсем без защиты. Даша обезумела, по-другому не скажешь. Пыталась поговорить с ней откровенно, и то, что я услышала, меня шокировало. Она заявила, что впервые полюбила по-настоящему. Что этот мужчина открыл для нее другой мир, в котором она чувствует себя женщиной, желанной и защищенной. Что в постели он просто бог, это ее слова. С ним она получает фантастическое удовольствие, такие яркие эмоции, о которых раньше и не догадывалась. Что первый ее муж в сексе был тряпкой и ни к чемушником. С ним она ничего не чувствовала. И все остальные мужчины, появлявшиеся на горизонте, слабаки и импотенты по сравнению с этим тюремным принцем. Только с ним она начала жить, чувствовать и радоваться. И ни за что теперь не откажется от него. И вообще, он сильный и смелый, не даст ее в обиду и обеспечит сказочную жизнь. Уголовник предложил Даше продать ее квартиру, часть денег отдать ему для открытия бизнеса, а на остальные они, поженившись, купят совместное жилье в его городе. Да, его комнату тоже продадут. И сестра согласна на это. Помешать ей мы никак не можем. Если бы дочка была прописана с ней, могла бы вмешаться опека. Но девочка зарегистрирована у наших родителей. Разумеется, Даша планирует забрать дочку с собой, чтобы жить всем вместе с новым папой. Но мы-то понимаем, чем это грозит ребенку, да и самой Дарье. Но сестра меня не слушает. У меня сложилось впечатление, что она думает только о том, как бы поскорее очутиться в постели у своего уголовника. Впервые вижу, чтобы разумная, порядочная женщина так двинулась на сексе. Ведь ей 35 лет. Она не юная дурочка, впервые познавшая мужчину. Чтобы настолько крышу сносила. Я не ханжа, сама люблю секс. Но ведь это только часть жизни. Причем отнюдь не главное. Как можно ради постельных радостей рисковать своим ребенком, своим жильем, своей карьерой, отношениями с родными? Я так хочу хотя бы понять ее. Тогда, возможно, и получится немного помочь. Родители опустили руки. Да они и не знают этих эротических подробностей. У меня язык не повернется рассказать. Неужели ничего нельзя сделать? Нельзя найти какие-то слова, которые хоть немного притормозят Дашу. Я не имею привычки вмешиваться в чужой интим. Но ведь она из-за этого погибнет. Она как зомби, словно заколдована этим страшным человеком и сексом с ним. Что делать, мы не знаем.